Микс Ньюс Добрый день, мы начинаем разворот передачи сегодня веду я, Леона Борисова, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин, а в гостях у нас сегодня председатель правления ВАЛС Некуста Мейпошеми Андрис Варна, добрый день. Добрый день. А также директор юридического управления госагентства недвижимости Уэрс Валкерс. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня постараемся разобраться в истории, которая связана с реконструкцией нового Рижского театра, а также во второй части программы после перерыва мы свяжемся с другими участниками этого конфликта, в том числе с председателем правления Рере Буве, Валдисом Коксом, а также с архитектором этого проекта госпожой Гайла. Может быть, я сначала веду в курс наших слушателей, еще раз поясню, проговорю всю ситуацию изначально, что новый Рижский театр в Риге, который базируется на улице Лачплэша, сейчас переехал, поскольку в здании происходит реконструкция. Планировалось, что к 2021 году в нем надо увеличить и метраж помещений с 5 тысяч квадратов до 10 тысяч квадратов. Зрительный зал, поскольку раньше вмещал 400 зрителей, то сейчас он бы мог вместить 840. Цена вопроса составляет 21 миллион евро, в том числе финансирование за счет европейских фондов, и чтобы не лишиться этого финансирования, надо было уложиться и надо до сих пор до 2022 года. Так вот, для этих целей предприятие «Валстная кустами ипушами», который представляет господин Варна, заключило договор с подрядчиком, в данном случае это компания РРБУВЭ, которая обязалась в срок закончить все работы, чтобы уже через два года театр мог открыть свои двери для зрителей. Вот, в свою очередь, компания РРР работала по проекту, который был спроектирован на бюро архитектора Зайги Гайла. И вот в ноябре произошел переломный момент, причем в прямом смысле этого слова, бурильные работы проводились во внутреннем дворе театра, внутри квартала, чтобы создать вот эти вот подвальные помещения, в том числе и для склада декораций. И вот во время работ по бурению свай на соседских зданиях появились трещины, и работы было принято приостановить. То есть, с ноября месяца вся реконструкция не ведется. Скажите, пожалуйста, вот решение приостановить работы, это было ваше решение как заказчика, или компания РРБУВЭ среагировала и сказала, что мы не будем дальше продолжать работать по проекту? Сначала компания среагировала, ну, конечно, пошли трещины, и мы узнали это от жителей дома, и, конечно, потом мы связались со строителями, и они как бы сказали, что да, работы приостановлены. И понятно, что пока новое решение не было принято насчет, как продолжать эти работы, мы как бы приостановили. И начали работать, это уже ноябрь, декабрь, полгода обратно начали работать над новыми решениями, как можно продолжать работать. Вы начали работать или… Проблема в том, что работали мы, работал проектировщик, но со стороны строителя у нас были разные как бы претензии насчет того, что что-то не так. И то, что мы тоже констатировали, что бурение свай и дома, которые находятся рядом, не были… ну, мониторинг не был делан. И это привело как бы к тому, что… и это, конечно, мы узнали только после того, как мы сделали два… две работы, две экспертизы. Если бы строитель нам сразу сказал, что это, ну, как бы произошло в течение работы или как-то еще, тогда эти соки бы были намного короче, и, может быть, мы бы пришли к какому-нибудь выводу намного быстрее. Но, как бы, строитель сказал, что он все делал правильно, хотя документы, как бы, показывают, что мониторинг не был делан. И в результате мы имеем сейчас, ну, можно сказать, трехсторонний конфликт. Вал с Некустами и Пашами, как заказчик, обвиняет подрядчика в том, что тот не провел вот эти надлежащие исследования проектное, да, мониторинг, о котором вы говорите. Не соблюдал также сроки и условия безопасности труда, и дальше вы также указали, что не соответствует стандартам качества. В свою очередь, само предприятие РРБУВ считает, что ошибки были заключены изначально в проекте, да, то есть обвиняет Зайгу Гайла. Скажите, пожалуйста, вот по поводу мониторинга, о котором вы сказали, что РРБУВы должно было его заключить, вот ссылаясь на слова председателя правления компании РРБУВы, он говорит, что все исследования работают, то есть строители должны работать четко по проекту. То есть они получили проект и уже начинают выполнять работы. Надзор осуществляет заказчик. То есть мониторинг и исследования не входят в их основные обязанности. Ну вот представьте ситуацию, вы только что сказали, да, приходили строители на объекты, начинают делать то, что ему что-то написали. У него тоже ответственность перед тем, что там написано, это во-первых. Во-вторых, заключая договор, строитель обязался и как бы подписался под тем, что он познакомился с проектом, у него никаких претензий против проекта нет. Если строитель видит, что есть какие-то недостачи или какие-нибудь нужны сделать поправки и что-то, это строитель нам говорит. Нет так, что строители приходят на объект, мы ставим ему рядом своего человека, который надзирает над ним. Ну такого не происходит. Там всегда работают три стороны. И мы как бы очень конструктивно в течение года работали и с проектировщиком, и как бы с нашей стороны. Но этого не было со стороны строителей. С первого дня, как перенят объект был, у нас были одни только претензии, почему что-то они не могут делать. И мы поняли, почему мы расторгаем договор, мы поняли, что это, ну, все может забрешиться тем, что мы этот театр просто не построим. Поскольку нету этой третьей стороны, которая работает с нами, ну, как бы в группе, и как бы кто хочет. Ну, для общих целей, да, я поняла. Но вот вы только что сказали о том, что любой строитель, который подписывает договор и видит… Это формулировка договора, как бы это… Да, но в любом случае они знакомятся с проектами изначально, со всеми чертежами, расчетами, да. И дают свою цифру. И дают свою цифру. Да, и дают свою цифру. Да, конечно, да. То есть это тоже неправда, что в проекте не было никаких требований касательно мониторинга. Наоборот, проект предусматривал, что бурение свая должно было бы произведиться без вибраций. То есть как мы можем быть уверены, что нет вибраций, единственный вариант – измерением их, да. То есть строитель должен был измерять эти вибрации, это истекало из проектной документации, да. Да, и то, что строитель нам сейчас рассказывает, что он мониторил этот аппарат, который вкручивал свай. Но надо было мониторить не аппарат, который вкручивает свай, а мониторить здание, которое рядом находится, или грунт. Ну, чтобы это можно было смотреть. А это в проекте изначально не было заключено, потому что сама архитектор госпожа Гайла указывала, ну, поскольку там песчаная почва и фундамент столетних зданий недостаточно прочен, да. То есть она должна была дать какие-то рекомендации в проекте для того, чтобы там не использовался, допустим, такой… Там такие есть. Это было сказано, да. То есть здесь было главное нарушение. Ну, там похоже, опять, это, конечно, разберемся в дальнейшем, как бы, нашем споре, но выглядит все так, что просто начали сваи вкручивать там, где это нельзя было сделать, там было сбетонирование с рядом домом. Ну, как бы не открыли полностью то, что надо было открыть и потом вынести. А геологическое исследование было сделано госпожой Гайлой изначально или стройнадзор давал свою характеристику объекта? То есть для того, чтобы действительно смотреть, какое влияние может оказать бурение? Там все было описано, как надо делать эти работы и как надо это делать рядом со зданиями и так далее. Без вибрации и присутствия геолога. А если вот сейчас говорить о состоянии вот соседнего дома, я так понимаю, это жилой дом. Да. Сколько квартир, жильцов пострадали, вот эти трещины наблюдаются? Потому что, я так понимаю, сейчас эти издержки на кого пали? На вас? Эти издержки будут нами, 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 как бы оплачены. Мы это сделаем, это ремонтируем. Мы собираемся встретиться тоже с жильцами дома, с управдовыми, как бы, и просто дать свои гарантии. Гарантии. И потом, конечно, эти издержки будут от виноватого. А о каких затратах сейчас идет речь? Мы не можем сказать, пока это непонятно. После того, как были зафиксированы эти трещины, больше работ в этом соседнем доме никаких не делалось? Нет, рядом с домом ничего не делалось. А эти трещины не могут вот за это время становиться больше? Они мониторятся сейчас. А, то есть, их состояние как-то фиксируется постоянно. А жители сами не обращаются в суд? Ну, у нас пока нету спора, потому что мы, как бы, сказали, что мы компенсируем все издание. Я не согласилась, вас поняли. А по поводу теперь вашего непосредственно конфликта с компанией Рейра Бува, ну, почему я говорю конфликт, потому что они не согласны с вашим решением, расторганный договор, который был 24 июля, я так понимаю, да, с вашей стороны исходил. И сейчас вы уже подали в суд на компанию. Может быть, да, господин Валкерс, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Что содержится в иске, да, какие требования вы хотите взыскать с ответчика, с компанией Рейра Бува? То есть, на данный момент мы подали в суд иск о… Сегодня, да? Нет, не сегодня. Сегодня мы ожидаем уже, как бы, решение суда. И иск по поводу того, что, в принципе, мы за нарушение договора, это множество нарушений, я бы сказал, да, уже изначально, когда объект не был, вовремя принят для начинания работ строительных, также не было вовремя оформлено строительное разрешение, не были поданы вовремя документы. То есть, все те факторы, да, которые на самом деле задерживали, как бы просрачивали начинание работы и заканчивание в срок. То есть, иск, ну, касательно этого, да, штрафных санкций. А на какую сумму этот иск? То есть, в случае, если суд действительно примет решение в вашу сторону, какие последствия ждут компанию Рейра Бува? Общая сумма, которую мы начислили, это 2,3 миллиона. Часть из этой суммы будет запрошена нами от страховой компании. Это будет в размере где-то 2,1 миллион. Из этой суммы, да? Да. И, соответственно, в суд мы обратились по остальной сумме, это немножко больше, чем 200 тысяч евро. А когда был заключен договор с компанией РРР, то есть, вы им выплатили заранее какой-то аванс или какую сумму вы уже успели компании заплатить? Мы запросим, это тоже где-то в районе 2,4 миллиона. От заказчика, от вас, компания на данный момент, какую сумму получила на совершение работ? Ну, вот эти вот, естественно, аванс, да, только 24 миллиона. Хорошо. А вот за полгода, проведенных за столом, даже вот больше за 7 месяцев проведенных за столом переговоров с ноября месяца, вы сказали о том, что строители не проявляли ни разу желание все устранить эти констатированные нарушения, да, и не соблюдали сроки работ. Ну, насколько я знаю, что компания РРРБУВА неоднократно как-то пыталась решить проблему, указанную по их словам, которая, ну, может быть, не может быть выполнена из-за ошибок в проекте. Даже приглашались иностранные эксперты из Голландии, да, и более того, насколько я знаю, вы в конце июля все вместе еще раз были на общем заседании, в том числе представители вашей компании, представители застройщика, и вы согласились на то, что ситуация будет решаться, и строители продолжат ее решать? Такого не было. Тогда, получается, компания РРРБУВА лжет? Они придумали сами дату, они придумали сами какое-то как будто решение этого всего, но все это похоже на то, чтобы просто, не знаю, как замазывать глаза и показывать, что что-то там было. То, что мы видим, ни одно решение и никакого желания вообще как бы сотрудничать с нами, кроме того, как получить дополнительные деньги и продлить сроки, мы не видели. И поэтому такая ситуация сейчас, какая она есть. То есть это заседание, оно абсолютно вымышленное, вы не пришли никакому консенсу? Нет, там был разговор опять о том, что можно было бы сделать и так далее, но уже на тот момент мы сказали, что если решения нет, мы договор расторгаем. И мы это говорили несколько раз, поэтому тоже такое непонятие какое-то с их стороны тоже для нас непонятно. То есть вы не давали ваше соглашение на то, чтобы этим делом занимался и решил эти проблемы, которые появились, нидерландский геотехник, приглашенный строителями. Такого не было. Вот видите, если человек, простой наш обыватель слушает такое, голландская компания предлагает свое решение, там была экспертиза. Там была экспертиза, плюс, как я понимаю, может быть какое-нибудь предложение там и получилось. Но мы не знаем, никакие исходные даты там были вводены, ни что это там вообще написано и почему это такие даты там написаны. Это просто, ну, люди показали красивые документы, но как бы изначально, из чего это как бы получилось, мы не знаем. Хорошо, я так понимаю, что вы неоднократно пытались договориться. Почему тогда договор расторгнут только сейчас, если констатированы были нарушения еще в ноябре и даже раньше, и вы понимали, что по срокам строители не успевают. Почему вот ждали до последнего момента? Насколько для нас самое главное построить театр. Мы представляем государство, мы представляем нашу общественность. Для нас было это самое главное. Но на одном этапе мы поняли, что как бы между этих трех сторон работают только две. Третья сторона работает против нас. И когда мы это поняли, мы не можем с таким партнером продолжать работать, потому что это непонятные сроки, это непонятные какие будут расходы. Потому что и деньги тоже начали проситься дополнительные для этого проекта. О каких суммах идет речь? Какие суммы дополнительные и на что просила компания Рейрагула? Ну, я сейчас скажу, сколько официально просила. Она где-то 100 или 200 тысяч попросила на счет дополнительных работ, которые были нужны уже с самого начала работ, поскольку не могли попасть на объект. Хотя бы там все было в проекте написано. То есть это еще до ноября попросили 100 тысяч дополнительных. Вы их не предоставили? А если оценивать, господин Валкер, возможный исход суда, если так получится, гипотетически? Я так понимаю, что вы сейчас объявляете новый конкурс в этом месяце и будете искать новую строительную компанию, которая уже будет работать над новым проектом и закончит ремонт. Если так получится, что суд, допустим, будет на стороне Рейрагула, то чем это может грозить? То есть вы уверены в своей правоте, потому что я уверена, что вы посчитали уже все возможные сдержки судебные, в том числе. То есть, да, решения перед принятием решения расторжения договора были оценены все технические, экономические, а также юридические риски. То есть мы решения принимали уже, беря во внимание все возможные ситуации и риски. То есть мы считаем принятые решения обоснованным, а также готовы защитить свои решения в суде. На данный момент мы считаем, что, конечно, мы идем вперед, поскольку общество ожидает от нас театра, окончания работ. То есть, по нашему мнению, если судопроизводство будет возбуждено со стороны строителя, то оно может идти помимо, параллельно. То есть это ни в коем случае не может задерживать строительные работы театра. Если мы на данный момент, в принципе, следим за строителем, если строитель обратится в суд и попытается каким-то образом запретить строительство театра. А они это могут сделать? Это возможно? Скорее всего, встречный будет подан, как уже было сказано ранее. Запрет строить театр, в принципе, был бы незаконным и необоснованным. Такое требование, в принципе, по закону невозможно. Но мы не исключаем такой, скажем так, можно сказать, обструктивной, деструктивной деятельности. Но мы надеемся на совесть строителя и будем следить за этим, будет ли строитель обращаться в суд и запрещать строительство театра. То есть это было бы уже действие против не только нас, а всего общества Латвийской Республики. Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас сейчас на прямой телефонной линии архитектор проекта реконструкции Новорижского театра Зайга Гайла. Добрый день, госпожа Гайла. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем как раз-таки ваш проект и уточняем, вот до реализации, до того, как строители начали по нему работать, были ли проведены необходимые инженерно-геологические изыскательные работы, на которые указывают и другие строительные инженеры. Вот учтено ли было то влияние ремонтных работ на соседние здания? То есть действительно говорили ли вы о том, что, допустим, метод бурения не может использоваться таким образом, каким он был реализован? Да, уже очень, добрый день. Очень, очень скоро, думаю, это было в декабре, когда уже была геологическая экспертиза, которая показала, что эти новые сваи, они получили контакт с старыми фундаментами, которые связаны с соседним домом и передали огромные вибрации. Это причина этого нарушения. А по поводу обвинений, сказанных в ваш адрес, господином Коксом, который указал, допустим, на одну из ошибок, по его словам, в вашем проекте, о том, что должным образом не была спроектирована рама для поддержки фасада. Насколько это может быть правдоподобно или вы абсолютно опровергаете все обвинения? Я абсолютно отвергаю, потому что это вспомогательные конструкции, которые мы не решаем. Это могло было решить, как третий лучше хочет. Он может предлагать со стороны улицы, он может предлагать со стороны дома, может вообще не делать. Это такая профессиональная деталь, которой не занимается проектировщик. Он только согласует, ну, соглашение делает, что вот так. Но это, конечно, была вторая критическая причина не строить. А сами строители до ноября, я не знаю, следили ли вы, или насколько часто архитектор следит за исполнением своего проекта? Они придерживались проекта, используя ваши решения технологии, ну, вот предусмотренные проектировщиками или нет? До этого момента, до бурения свай? Ну, они ничего особенно не успели сделать, потому что в первый день, когда мы встретились с прорабом, уже начали с претензией, что они не могут попадать в третью на площадку. Ну, это абсурд. Потом уже началось с этими сваями, потом с фасадом. Ну, я то, что я говорю уже несколько раз, что мне было очень хорошее сотрудничество с реставраторами. Реставратор, пока все это шло, ну, все эти разговоры, что они можно. Конечно, реставраторы очень тщательно и очень осторожно разбирали все исторические детали. Например, где зритель не дал, где панели, там люстра, тогда деревянные детали. И это было очень приятное сотрудничество. Остальном это был кошмар, просто кошмар. Я 40 лет на строительной площадке, я ничего такого не видела. Госпожа Гайла, вот строители указывают, что, в принципе, во всех проектах, во всех, действительно бывают ошибки. Не бывает идеальных, а это распространенная практика. И эти ошибки выявляются вот только в процессе реализации. Действительно ли это так? Ну, конечно. Это же такой-такой сложный проект, что... И при том это реновация, да, это реновация старого дома, в котором мы не можем знать, что в каком месте еще появится. И что мы говорим о новом строительстве, это где мы снесли старые дома. Мы даже не могли попасть под этими домами, но там делали геологию. Ну, там стояло, там был склад декораций, там был один зал, но там во дворе было несколько зданий. И что это на каждом... И мы встречаемся каждую неделю, в среду, утром, 9 часов. Мы были каждую среду на строительной площадке, говорили, 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 писали письма. Да, но ничего не происходило. Ну, смотрите, вы только что сами подтвердили, что это трудоемкое дело и, конечно, не бывает идеальных проектов. Но таким образом, можете ли вы допустить мысль, что в вашем проекте были неточности, которые, возможно, усложняли работу строителей, которые были выявлены вот уже на практике? Ну, они сами начали делать этот тридименциональный модель, рере, это начали. И все время нам присылали заметки, что вот эта стена там 2 сантиметра не совпадает, второй, третий этаж или там. И мы все время исправляли эти ошибки. Так что эту домашнюю работу мы уже сделали. Но существенных ошибок, которые бы не позволили строить, я не вижу. А, ну, то есть были ошибки действительно по факту, какие-то неточности, на которые строители указывали ваше внимание, вы их сразу же исправляли, реагируя, да? Ну, целый год мы работаем, и до сих пор мы работаем вперед, да, что над детализацией, ну, как вам сказать, ну, это как ребус этот проект. Ну, там, это как живой организм человека, вы можете представлять, что где-то что-то, ну, так. Ну, мини-роботы, это не новая строительство, с которым, ну, теоретически можно все контролировать. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что по прежнему проекту, разработанному вот первоначальной версии, уже нельзя продолжать работать, да? То есть вы сейчас внесли какие-то изменения или полностью переделали проект? Мы переделали эту полю сваев, потому что, когда произошло это нарушение, все остановилось, и тогда этот технологический процесс прекращался, и эти старые сваи больше не могут быть использованы, потому что они уже, ну, как это сказать, но они... Зачерствевели. Да, спасибо, господин Иванович. И мы разработали новый вариант, и, ну, это корректировка этого первого варианта. А насколько она удара... ну, можно, не знаю, насколько теперь подражает сам проект и его воплощение, поскольку вы все-таки его изменяли и вносили какие-то корректировки? Это был заказ ВНИ, и теперь проект происходит... идет экспертиза, и мы увидим, сколько это будет смерть этого проекта. И последний вопрос по поводу общего вашего отношения к большим строительным фирмам. Уже не раз вы говорили, вам говорили о том, что вы называете их большой мафией, да? Скажите, это какая-то общая тенденция в Латвии, или это, на ваш взгляд, в принципе, существует такая проблема? Из-за чего? У нас законодательство, которое это регламентирует, не занимается этими вопросами. То есть, как вы видите решение этого конфликта, и в чем состоит ваше главное обвинение? То есть, на предмете лжи одной компании, да, как вы заявляете, мы это уже поняли. А если касаться, в принципе, этой сферы? Ну, у меня нет ответа, почему люди свое согласие дали строить, но не строят. Целый год. Это началось уже в сентябре, что я не вижу, ну, не строят, не строят. Но такая причина, такая причина. И на каждый шаг уже такие огромные суммы добавительные, да? Ну, просто, ну, это, у меня нету пояснений, почему есть интерес взять объект и не строить. Год строить. Три процента только сделали. И могли там одновременно работать во многих местах, да? Но эти сфаи, это только один конец, что надо там сотни сфаи ставить. И в старом доме могли работать, работать, работать. Ну, я думаю, у них тоже нету строителей. У меня нету пояснения этого вопроса. Просто вы можете это списать на нехватку сотрудников, да? Именно поэтому тормозились работы. Возможно. И тоже некомпетенции сотрудников. Наш прорубь, сколько ругаться. И там даже я видела, что эти, ну, все нам согласования нужны. Мы дошли, ну, уже как такие детективы, что они там не шли, не искали согласования какой-то инстанции. Это все время непонятное. Ну, этот кошмар, год, это надо было прекратить. Да, спасибо большое, госпожа Гайла, за ваш комментарий. Это была архитектор проекта реконструкции Нового Рижского театра Зайга Гайла. Скажите, пожалуйста, господин Варна, вы продолжите отношения с бюро архитектора госпожи Гайла? Это проект госпожи Гайла, и мы будем продолжать его реализовывать. По поводу дополнительного мониторинга и надзора, который был проведен во время осуществления работ, да, а вы, допустим, не заказывали еще такую же независимую экспертизу по проекту, чтобы разобраться. Потому что две страны, которые как горячую картошку перекладывают войну друг на друга, да, строители винят проектировщика, проектировщик говорит, что строители плохо. Мы делали две экспертизы и две экспертизы. Проект тоже анализировали? И да, и как бы, ну, изначально мы не искали виновника, изначально мы работали над тем, чтобы проект продолжился. Но когда мы видели, что наш партнер, ну, не договаривает что-то, какую-то информацию, возможно, прячет и так далее, ну, тогда мы поняли, что это невозможно на дальнейшее сотрудничество. А вы, допустим, приходили на объект, действительно там не было сотрудников, строителей еще до ноября? Ну, там по-разному было. Сейчас можем там говорить, что и как, но проблемы у нас начались уже с самого начала, когда мы как бы заключили договор. Да, она подсказывает, что мы сейчас связались с председателем правления Рырабувы, Валдисом Коксом, но дабы он выражал свою мысль более четко и ясно, он будет говорить на латышском языке, и мы будем задавать ему вопросы на русском. Господин Кокс, добрый день. Добрый день. Мы сегодня обсуждали, обсуждаем, продолжаем обсуждать ситуацию вокруг реконструкции Нового Рижского театра. И вот сейчас выяснилось, вы ранее говорили в интервью о том, что в конце июля было у вас такое общее заседание, за столом переговора вы находились, и вы заявили о том, что вы готовы самостоятельно исправлять все ошибки проектировщика, вы связались с неким голландским экспертом-геотехником, и вот все участники, в том числе и заказчик, договорились и согласились на эти решения. Но вот господин Варна нам в эфире сказал, что это ложь, такого не было, и согласия… Я сказал, что такой даты не было, это во-первых… Это было придумано, да. Во-вторых, господин Кокс может тоже подтвердить, что вместе с этим решением, которое уже пришло с большим опозданием, были такие отговорки, как будут дополнительные расходы пересматриваться в связи с этим и дополнительные сроки в связи с этим, поскольку это не решение. Решение – это когда, когда у нас есть… Понятно, когда мы проект заканчиваем и за какие деньги мы заканчиваем. Да, поэтому вопрос, господин Кокс, действительно ли вот Валстные Кусты Мейпушами согласились в конце июля на то, чтобы работать с вами и приняли ваши решения, которые вы предложили им, или это неправда? Да. 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 Люди простому обывателю рассказывают вещи, которые он не понимает. Нет, ну… И то, что сейчас происходит, это то же самое. Не будет этой истории, будет другой истории, почему сваи нельзя было, почему ещё что-то нельзя было сделать. У нас была договорённость, у нас был договор. И ни один раз у нас не было нового решения со стороны строителя, где они сказали, мы закончим этот объект в срок и за те деньги, за которые мы обязались это сделать. Ни разу. Ну, сейчас та же компания РРБУ, вы её хвалят за строительство, вы знаете, стран. Не буду комментировать это. Потому что, ну, просто это вопрос к срокам, да, к тому, что вы говорите, ни разу такого не было, но есть случаи, когда… Ну, не буду это комментировать. Хорошо, господин Кокс, есть ли вам что ответить? Я не знаю, с кем договаривались, что договаривались, какие сроки договаривались. Не было никаких сроков. Есть какой-то… Есть, где написано, что мы, как бы, обязуемся от вас ждать что-то ещё до какой-то даты. Есть такая бумага? Есть такая бумага, где мы сказали, что до такой-то, такой-то даты будет у вас решение, мы его ждём. В общем, виноваты мы, получается, вот по этому тексту или проектировщик, но ни строитель, ни в коем случае. Ну, вот об указанной встрече 16 июля вы что-нибудь знаете или нет? Вот господин Кокс на это ещё раз указывает. У нас и перед 16-м ещё было целые полгода или даже год встречи. То есть он говорит, что вас на ней не было, но вы о ней знаете, действительно, что такая была? Конечно. Вы думаете, что мы принимали решение, как бы, просто обосновываясь на ничего? Как Оверс уже говорил, это было, как бы, очень продуманное решение. Господин Кокс, ещё такой момент. Мы выяснили о том, что в обязанности подрядчика, в том числе и строителя, при подписании договора на осуществление работ и ознакомление с проектом, входит в том числе и проверка, если это необходимо, точности работы проектировщика. То есть вы не берёте на чистую веру проект и начинаете его выполнять. Когда вы подписываете с того момента, это значит, что вы ему доверяете и согласны с тем, что он корректен и верен. Почему тогда это не было изначально сделано какого-нибудь мониторинга с вашей страны, для того, чтобы потом уже не пришлось говорить на то, что проект содержит многочисленные десятки ошибок? Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Как и госпожа Гайла сказала, в проекте бывают, особенно этот очень сложный большой проект, бывают нюансы, которые мы вместе решаем и продвигаемся дальше. В этой ситуации эта третья сторона, которая у нас строитель, делала всё возможное, чтобы не продолжать этот проект. С самого начала проекта. Господин Кокс, еще до ноября, если рассмотрим момент вашей работы, действительно, почему так медленно или иногда даже вовсе не выполнялись необходимые работы, вы отставляли явно и очевидно от графика? Господин Кокс, еще до ноября все работы были сделаны в срок, нет? Вы не согласны с этим? Позвольте мне иллюстрировать параллельно еще вопросы бурения свай и приостановления работы. Работы не были приостановлены во всем объекте. То есть, была возможность продолжать строительство, конкретно демонтировать нынешние здания, театры. И для этого, в принципе, ничего не мешало, кроме того, что строитель не желал этого делать. То есть, был просрочен промежуточный срок демонтажа, что тоже являлось одним из юридическим оснований для расторжения договора и для применения штрафных санкций. То есть, если мы видим, что работы не происходят, что все просрочивается, то мы не видим, что театр вообще будет построен. Давайте зададим этот вопрос господину Коксу. Последний, она сегодня, время наше истекает. Господин Кокс, действительно, если в той опасной части территории работы нельзя было проводить, но можно было, как указывает господин Валкер, продолжать работу и проводить в другой части здания. Почему вы это не делали? То есть, неправда, потому что вы многократно подавали нам проект на демонтаж. До сих пор этот проект не был разработан таким образом, чтобы мы могли его утвердить, поскольку там были такие дела, но такое дело, что, в принципе, предлагали продлить срок на 9 месяцев. Это не осуществлялся или нет, как говорят в другой части? Нет. Понимаете, что промежуточный срок заканчивания демонтажа был в март. А те документы, о которых говорит господин Кокс, что это закреплено в документах, что работы велись? О каких документах? То, что мы называем работы? Я прошу прощения, да. Господин Кокс, спасибо вам большое. Наше время подходит к эфиру. Это был председатель правления РРБУ Валдис Кокс на прямой телефонной линии. А у нас в гостях сегодня был глава правления Валсне-Кустами Эйпошуми Андрей Свардна и директор юридического управления Валсне-Кустами Эйпошуми Ойерс Валкер. Спасибо вам большое. Привела передачу Алену Борисову, помогал мне звукорежиссер Евгений Копейн.